Со своими требованиями к зданию Верховной Рады сегодня пришли и чернобыльцы. Правда, претензии предъявили только к одной фракции, радикальной партии и их лидеру. Что сделал и чего не сделал ярый борец за социальные права Олег Ляшко и почему митингующие требовали для него наказания, наши материали. Немногочисленная группа у самого кордона, отделяющего народных избранников от народа. На голове одного из мужчин повязка с надписью «Голодаю». Это один из лидеров-участников этой акции – чернобыльцев. Те люди, которые выполнили безусловно обязанности, солдаты, рядовый комбайнер к этой запасу, обычный работник, работник получал пенсию от 1,5 до 2 тысяч. А эти начальства, по этой постановке 12Д, что я сказал, их отменить, получают в ограничении 10-700. Представьте, человек с лопатой ликвидировал и сидит в кабинете, або тут в Киеве на троечном саде, когда они сидят, эти атомщики. И такие пенсии – это справедливо. Ликвидаторам пообещал помочь главный радикал страны – Олег Ляшко. Помочь радикально. Зарегистрировать законопроект о справедливых пенсиях для чернобыльцев. Но прошел год, а документ все так же под сукном. Давали Ляшку законопроект. Но до сих пор его не выносят на голосование. Уже рік передавали, как передали. И этот законопроект лежит до сих пор там, где-то под сукном. Рядом с чернобыльцами еще один митинг. Эти люди требуют остановить коррупционный беспредел все того же Олега Ляшка и его сотоварищей. В их руках плакаты с фотографиями радикальных достижений политиков. Тут и самая дорогая машина в Украине, и настоящие барские имения. Выражений пикетчики не подбирают. Масийчук. И все с ним стоя сидящие в этой радио. Только за последний год Ляшко вместе со своей гражданской женой приобрели недвижимость более чем на 20 миллионов гривен. И это при том, что никто из них не владеет бизнесом. Имение площадью более 1300 квадратных метров в элитном поселке Козин под Киевом главный радикал приобрел в начале года. На вопрос, откуда у него такие деньги, Ляшко заявил, взял кредит. Хотя в декларации данных об этом займе нет. По этому делу его даже в НАБУ на допрос вызывали. Что касается ближайших соратников Ляшко, то, к примеру, о финансовых аппетитах Масийчука даже кино в Раде показывали. Генпрокурор демонстрировал видеозапись, на которой радикал озвучивает коррупционные прайсы. После чего Масийчук отправился в СИЗО. Частенько антикоррупционеры вспоминают в своих отчетах и другого радикала Андрея Лазового. Его помощники не раз попадались на взятках, а самого Лазового ГПУ подозревала в незаконном обогащении. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.